Торжественная церемония приведения к присяге курсантов первых курсов состоялась солнечным утром в прошедшую субботу. Курсанты из 72 регионов Российской Федерации в этот день произнесли те слова, которые могут навсегда изменить их жизни. Присягаю на верность народам Российской Федерации. Служа закону, служу народу. Сразу же после принятия присяги родственники новоиспеченных курсантов вышли на плац, чтобы поздравить своих близких с большим событием. Многие из них приехали издалека. В этот день плакали от счастья и гордости за своих детей. Сегодня у нас тут сын. Мы рады и чувства переполняют. Извините, говорить не могу даже. Первокурсники вполне осмысленно отнеслись к новому этапу в жизни. Ведь начиная с августа они уже успели привыкнуть к учебе, к строевым и новому распорядку дня. План на будущее – достойно проявить себя в учебе, не подвести своих родителей, а также стараться и надеяться на лучшее в будущем. На главной трибуне перед собравшимися выступил начальник Академии ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Крымов с напутственным словом для всех первокурсников. Каждому человеку в своей жизни приходится делать выбор, определяя свою дальнейшую судьбу. Вы выбрали нелегкую дорогу. Вы, в числе, тех, кто борется с преступностью и помогает наступившимся людям в интернете в обществе. Пусть для каждого из вас, товарищи курсанты, слова присяги, произнесенные сегодня перед лицом своих товарищей, родных и близких, станут берегом всех ваших дел и поступков. В этом мероприятии приняли участие представители руководства ФСИН, представители органов государственной власти и управления региона, правоохранительных органов, духовенства, воспитанники подшефных академий образовательных учреждений, ветераны, а также постоянный и переменный состав вуза. Кроме того, с показательными выступлениями на плацу представили свои программы не только представители Академии, но и Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени Маргелова. В этот день не только десантники действовали синхронно. Первокурсники Академии ФСИН уже являют собой слаженный коллектив. В строю держатся красиво и подтянуто, и с интересом смотрят в будущее. Остается пожелать им удачи, а Федеральную службу исполнения наказаний поздравят с появлением новых сотрудников.